Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Таинственный сосуд времени. Я сидела, сжав зубы, глядя прямо перед собой в окно машины. Впереди в свете фар была видна дорога, с обеих сторон окруженная высокими деревьями. В сумеречном свете они казались сплошной стеной. «Никаких фонарей на этой дороге не было. Куда нас занесло? Вот какого черта он не послушался меня и не спросил дорогу на заправке?» Отмахнулся, понадеялся на навигатор. Приборы сказал, не врут, а тебе бы, как при царе Горохе, лишь бы лясы точить с мужиками. «Я скосила глаза на водителя», — он мрачно смотрел перед собой, вцепившись в руль. «Знаю, что ни в коем случае нельзя критиковать человека, когда он за рулем. Но терпение мое уже на исходе. Ну и денек сегодня выдался». Машина снова тряхнула, так что у меня клацнули зубы. «Осторожнее!» — закричала я. «Ты что, хочешь, чтобы мы навернулись? Этого только не хватало ко всем сегодняшним неприятностям!» Теперь он скрипнул зубами и пробормотал ругательство, но меня уже понесло. «Вот какого дьявола ты свернул на эту дорогу?» Навигатор показывал, что так быстрее. Сквозь зубы пробормотал мой. «Да черт его знает кто, теперь уже и не знаю». «Да тут глушь такая, лес кругом, дураку ясно, что дорога эта никуда не ведет. Головой нужно соображать, а не в навигатор пялиться». «Заткнись!» Теперь уже он орал в полный голос. «Заткнись, идиотка, и не мешай!» «А вот спасибо!» Я не думала заткнуться. «За идиотку, за замечательные выходные, за праздник, за ресторан, за шампанское, за подарки. Вместо всего этого мы застрянем в этой заднице до утра, здесь даже машину не развернуть». Как будто услышав меня, машина вдруг резко встала. Послышался треск. «Но вот накаркало!» Он повернулся ко мне, и глаза его сверкнули злобой. «Никак, колесо прокололи. Пойди посмотри». Я внезапно подумала, что если сейчас откажусь, то он совсем озвереет. И что тогда делать нам тут, если и правда прокололи колесо или еще что похуже случилось? «Нет, надо смотреть». Я открыла дверцу машины и шагнула на старое шоссе. Ногу тотчас обжег проросший в щелях какой-то сорняк. Да, как выяснилось, открытые босоножки — не слишком подходящая обувь для такой прогулки. Хорошо, хоть туфли на каблуках не надела, с собой взяла вместе с новым платьем. Но это все точно не понадобится, поскольку выходные накрылись медным тазом. Я вздохнула и пошла, спотыкаясь к заднему колесу машины. Посветила телефоном и увидела, что колесо вроде бы цело, просто попало в выбоину на асфальте, в которой была небольшая лужа. Вот откуда она взялась, если дождя не было уже больше недели? «Нормально все», — крикнула я. «Ничего страшного». И хорошо, что успела распрямиться, иначе грязные брызги из-под колеса газанувшей машины попали бы мне в лицо, а так только светлые брюки испачкали. «Ты что, вообще уже?» — крикнула я, глядя, как удаляются задние огни машины. Она проехала метров тридцать и остановилась. Очевидно, мой дорогой друг хочет, чтобы я бросилась к машине, спотыкаясь и плач, а потом долго благодарила его за все. «Ну уж нет, пускай дает задний ход». Я постояла несколько минут, осознала, что если не сяду сейчас в машину, то замерзну в легкой маечке, так что придется смириться и идти к машине. И только было сделало пару шагов, как машина рванула с места и исчезла, издевательски мигнув мне задними фарами. «Андрей!» — слабым голосом сказала я. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать, что я осталась одна. Среди ночи, на пустой дороге, в легкой маечке и открытых босоножках. Ни денег, ни теплые куртки, из всех полезных вещей только мобильник. Этот гад бросил меня здесь одну. Теперь я точно знаю, что бросил, потому что на такой дороге ему просто не развернуться. Бросил одну девушку, неизвестно где, без вещей и денег. Все это осталось в сумке, а сумка в машине. «Да что же это такое?» Вместо того, чтобы испугаться, я дико разозлилась. Я топала ногами и орала вслед машине такие слова, что скоро самой стало стыдно. Однако не то, чтобы помогло, но я растюлеглась, и я немного согрелась. Я решила позвонить этому паразиту и спросить, как долго он намерен меня здесь мариновать, и что вообще происходит, потому что, если честно, то такое его поведение просто не укладывалось у меня в голове. Все-таки знакомы мы с ним почти год, и не просто встречаемся, а вроде бы являемся постоянной парой. В социальных сетях про таких, как мы пишут, все сложно. И за это время не было у меня случая убедиться, что он такой подлец. Напротив, до сих пор все было у нас хорошо. Это я так думала. И как раз сегодня дело должно было, по выражению моей тетки Муси, сдвинуться с мертвой точки, потому что сегодня у меня день рождения, и мы должны были... Ладно, об этом после. Сейчас у меня есть более неотложные дела. Я взяла телефон и нажала кнопку «Любимый». Сейчас поговорю жалобным дрожащим голосом, в конце концов попрошу прощения, главное, чтобы он вернулся и посадил меня в машину, потом с ним разберусь. Соединения не было. Этот гад отключил телефон? Да нет, просто нет сигнала. Но как это может быть? Неужели мы заехали в такую даль, что тут и связи нет? Да не может быть. Я помню, что мы проезжали вышку, как раз недалеко от заправки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!